Здравствуйте! Это новости на канале ЭНСК-49 в студии Татьяна Вачукжанина. Подведены окончательные итоги экзаменационной кампании 2024 года. О количестве участвовавших в ЕГЭ выпускников, о тех, кто воспользовался возможностью пересдачи и наиболее популярных предметах, журналистам рассказали в региональном министерстве образования. Основной период единого госэкзамена уже закончился, как и государственная итоговая аттестация. Уже и документы о среднем общем образовании выданы всем, кто успешно прошел все эти испытания. Всего же ЕГЭ в Новосибирской области сдавали свыше 14 тысяч школьников. Из них, конечно, большая часть – это выпускники текущего года, это 13 тысяч 38 человек. Также выпускники прошлых лет – где-то 911 человек. Обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования – 155 человек. 30 человек – это выпускники, не завершившие государственную итоговую аттестацию в прошлые годы. В целом, отметил замминистра Владимир Щукин, компания прошла без заметных сбоев и нарушений. Тем не менее, 9 человек пришлось удалить с экзаменов. Четверых за смартфоны, которые они пронесли с собой, и пятерых за шпаргалки. Это очень такая ситуация неприятна, особенно для выпускников текущего года. Если удаляется за нарушение порядка, может пересдать только на следующий год. Тем самым теряет возможность поступления в этом году в учреждение высшего образования. При этом, естественно, мы и при всех встречах с родителями, и выпускниками в образовательных организациях всегда говорим о том, что не стоит так рисковать. А вот общий результат ЕГЭ по сравнению с прошлогодним, по мнению Минобра, изменился незначительно. Результаты ЕГЭ оказались несколько ниже по русскому языку, естествознанию и информатике, что стало неожиданностью для некоторых специалистов. Любопытно, что средний балл ЕГЭ в городах оказался выше, чем у школьников из сельских территорий, по всем предметам, кроме географии, которую, как выяснилось, в районах знают лучше. И о новой возможности для выпускников школ пересдачи экзамена, которая проходит 4-5 июля. Такой возможностью воспользовались в этом году 2768 человек. Пустьники выбрали для того, чтобы повысить свой результат. По остальным предметам заявлений было гораздо меньше. Результаты этих пересдач будут обнародованы после 15 июля. В Новосибирске стартовала вторая волна записи в первый класс. С субботы, 6 июля, родители, которые хотят отправить ребенка в школу не по месту жительства, могут подать заявление на госуслугах. Сейчас все больше семей предпочитают удаленную запись, отметили в региональном министерстве цифрового развития и связи. Зачислять детей в школы не по прописке будут на свободные места до 5 сентября. Напомним, первая волна приема документов от семей, закрепленных за школами территорий, стартовала 1 апреля. Этой осенью в Новосибирской области в первый класс пойдут около 38 тысяч ребятишек. Импортозамещение в сельском хозяйстве – это не только продукты, но и техника, с помощью которой их производят. А в Новосибирской области технику для аграриев делают 8 предприятий. На одном из них побывала наша съемочная группа. Научно-производственная новосибирская компания «Агроинжиниринг» разрабатывает и изготавливает современное оборудование для предприятий агропромышленного комплекса – животноводства, растеневодства и для переработки масличных культур. Актуальность такого производства видят и в региональном минсельхозе. Особенно важно, что здесь производятся экструдеры для переработки рапса, для переработки подсолнечника. Это весьма востребовано, потому что именно возделывание этих культур в Новосибирской области сейчас возрастает, потому что это высокомаржинальные культуры. И их переработка уже на масло и на жмы для животноводства особое важное значение приобретает. Хотелось бы отметить, что наряду с этим здесь также и производится оборудование для кормоприготовления, что особенно важно для системы животноводства. На многих сибирских предприятиях агропромышленного комплекса уже трудятся конструкторы, которые на основе научно-исследовательских работ внедряют инновационные технологии. Мы предприятие полного цикла производства, то есть мы завозим сюда металл, завозим какие-то отдельные комплектующие и полностью организовали свое производство. Дело в том, что во многом аналогов нашего оборудования нет в России, и многие детали довольно уникальные, требуют уникальные технологии производства. Считается, что российские производители сельхозтехники при сохранении уровня господдержки смогут заменить значительную долю импорта по ряду направлений. В первую очередь нацелены на качество, то есть и пытаемся, не пытаемся, а используем детали максимально нагруженные. Например, мы используем для шнеков сталь 9ХС, то есть это довольно-таки сложная в обработке. Перед тем, как ее обработать, ее надо отжечь, потом провести полностью обработку, затем закалить деталь до твердости порядка 60-65 единиц, и дальше вывести уже ее в чистовой размер. Агрегаты, выполненные с таким качеством, оказались востребованными. Из этих деталей собираются машины. Машины, линии, они уезжают в основном в России, в страны ближнего зарубежья, очень много в Казахстан. Также есть Узбекистан, Монголия, да, то есть вот. Самое дальнее, куда мы увозили, это в Африку, в Буркина-Фасо. Уехала линия, мы туда съездили, наш сервисный инженер запустил линию. Тоже в режиме высокой температуры, то есть у нас и оборудование показало хороший результат. Результаты могут стать еще лучше, так как в этом году предприятие присоединилось к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». К тому же наличие собственного конструкторского бюро позволяет компании разрабатывать оптимальные решения. И для справки, за время работы Новосибирский завод реализовал более 1300 проектов. Сибирь-Арена получила бронзу. Новосибирский ледовый дворец на улице Немировича-Данченко занял третье место в национальном конкурсе с международным участием на образцовое спортивное сооружение «Арена». Всего на победу в номинации «Зрелищные объекты спорта» претендовали 13 участников. Лидером стала «Минск-Арена». Вторую строчку разделили многофункциональный ледовый комплекс «Хьюма-Арена» в Ташкенте и «ВТБ-Арена» Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Победителей и призеров наградили в четверг, 4 июля, на ВДНХ в Москве. Киты, дельфины, морские львы и очень солидный и жизнерадостный морж. Дети из Дзержинского района Новосибирска побывали в дельфинарии. Инициировала эту развлекательную программу депутат Горсовета. Наша съемочная группа выяснила, кто именно попал на бесплатное шоу. Депутат Горсовета Новосибирска Екатерина Козловская рассказывает, что идея сводить бесплатно детей со своего избирательного участка номер один Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» родилась не на пустом месте. Хотелось поощрить трудолюбивых ребят, а также тех, в семьях которых финансовые возможности ограничены. Канун праздника Дня Семьи, Любви и Верности мы нашим ребятишкам сделали такой подарок – посещение дельфинария. В первую очередь это те дети у нас, которые в летний период прикладывали свой труд на благоустройство нашего района. Они участвовали в летних трудовых отрядах. Плюс это ребятишки из многодетных семей и даже есть члены участников СВО. Мы встретили такую семью и по горячим глазам девочки поняли – задумка депутата попала в точку. Очень благодарны нашему депутату за организацию данного мероприятия, что дают нам возможность посещать, немного отвлекаться от, конечно, такой сложной жизненной ситуации, в которой сейчас мы находимся. Это, конечно, впечатляет и дает настроение и силы. Кстати, настроение и силы может дать не только общение с морскими животными, но и с наземными дикими обитателями. И у детей Дзержинского района возможность такого общения тоже есть. У нас еще посещение зоопарка предусмотрено, да. Мы тоже билеты в зоопарк раздаем, но уже ребятишки туда сами с родителями с удовольствием идут, смотрят зверят, очень все в восторге от наших белых медвежат, которые резвятся. И если не были, не видели, то я прям рекомендую посмотреть. То есть у нас периодически какие-нибудь акции есть, то это зоопарк, то это дельфинарий. Кстати, за возможность бесплатно посетить шоу в дельфинарии, там уже побывало более ста детей, депутат благодарит его директора. Это его добрая воля. Так вот, из простой договоренности двух человек рождается столько эмоций, радости и хорошего настроения. На сегодня это все. Наши новости на сайте nsk49.ru и в социальных сетях. Редакция телеканала nsk49 уходит в отпуск. Увидимся с вами 29 июля. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok